Музыка Меня зовут Спехова Ольга, я мастер по народному костюму. Так как я люблю традиционный крой, то я шью в этом крое вещи, которые вполне можно носить в современной жизни. Это платья по крою русской традиционной рубахи, сарафаны косоклинные. И мне они кажутся очень лаконичными, очень стильными, современными. Вот эта девичья повязка, головной убор, по сути, это лента, которая обвязывалась вокруг головы. И когда она повязывается вокруг головы, она оставляет темя, затылок, открытыми. И открыта остается коса девушки. Открытая голова и открытая коса, они символизировали девичество. Женщина должна свои волосы закрывать, покрывать полностью. И все головные уборы, они закрывали макушку, закрывали волосы полностью, обвязывали как-то. Вот это вот шамшуры. Поэтому издалека можно было узнать замужнюю или незамужнюю женщину, девушку. Сейчас я вышиваю девичью повязку уральской девушки, нашей местной девушки. Это примерно конец 19 века. Я с детства увлекалась всякими женскими ремеслами. Вышивка, ткачество, плетение кружев, придение, вязание. В общем, я фактически освоила все, что умела женщина лет 200 назад. И в какой-то момент я поняла, что это все соединяется в одежде, в костюме. Эта вышивка называется сожжение побели, то есть сожжение жемчуга бисера по настилу. В качестве настила выступает вот такая ниточка, даже не ниточка, это шнурок скрученный, который называется бель. Мы получили такой жгут, такой шнурочек. Потом закручиваю и так охраню их. Все, готовый материал. Вышивка эта может быть по ткани, по картону и потом вырезаться. Здесь в этом случае она по волну. Когда я вышью все эти веточки, так многое осталось, я начну пришивать бисер. Конечно, одежда, головной убор, полный наряд, сарафан, душегрея и прочее, платки, ленты. Их внешний вид, их дороговизна говорила о том, насколько состоятельна семья девушки. Эта вышивка сожжения побелей, она пришла в Россию вместе с христианством. В этой технике украшались как одежда светская, так и одежда церковная. В разных головных уборах использовался жемчуг, перламутр колотый, использовался разный бисер, прозрачный, непрозрачный. Это вообще очень такая крепкая, жесткая вышивка, износостойкая, которая века живет.